Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Ну, проросшим зерне так, как имеется жизнь, и она прорастает. Значит, всем процессам, которые возникли, для срастания и прочее, необходима скорость, необходима вот эта жизненность. И проросшая пченица может их дать. 4 июня. День Василиска. Назван в честь святого мученика Василиска. Во время гонений на христиан он находился в темнице. Там его укрепил сам Господь в сонном видении, сказав ему, «Помню о тебе и не забуду тебя, а твое имя написано в списке мучеников. Впереди тех, которые с тобой взяты. Не скорби, что ты пострадаешь после них, ибо ты предупредишь многих. Память же о тебе сделаю славной во всей вселенной». Его заковали, а на ноги надели медные сапоги с гвоздями внутри. Святой помолился Богу, и вдруг медные сапоги, бывшие на ногах мученика, нездапно растаяли, как воск от огня. Вериги же спали со святого, а сухой дуб зазеленел, распростирая над святым многочисленные густые ветви свои и покрывая его тенью на большое пространство вокруг. А на том месте, где стоял святой, где земля обогрелась его кровью, потек источник воды. «Когда усекновен был Христов мученик, увидели мы, повествует святой Евстигний, которым дано в виде страшное чудо, явилось множество святых ангелов, которые, приняв душу святого, вознесли ее на небо. Господь наш Иисус Христос виден был стоящим на небе и говорящим, «Приди, добрый и верный раб мой, Василиск, войди в небесное царствие, в сон праведных, где пребывают рабы мои, взятые вместе с тобой на мучение за меня». В народе сегодняшний день называли по-разному. Васильковый день, день Василиска, день святого Васы, Соловьиный день. Сегодня народ находился дома и развлекался шутками и интересными рассказами. А древние славяне сегодня отмечали день Ярилы, бога природы и животворящих сил. Приметы. Если сегодня появится большое количество оводов и пауков, будет хороший урожай огурцов. Сегодня ночью соловей запел, погода будет солнечной. С этого времени в средней полосе России начинаются соловьиные ночи. О, котлетки уже жарятся, видите? Да, котлетки уже готовы. Так вот, наше состояние сознания ничего не знает одно о другом. И поэтому очень часто мы... Ну, например, есть русский национальный спорт, который называется «Ну-ка, расскажи мне, что я вчера творил, когда мы с тобой вот отдохнули». Ну, потому что я-то сам не помню. Или там «я в жизни бы не сделал вот этого сам бы, ну, никогда в жизни не сделал». Поэтому разные привычки, я немного упрощаю ситуацию, но все-таки могут находиться в разных портах. Прикреплены могут быть к разным портам. А коммуникация между ними слабая. Точно так же к разным портам прикреплена память. Например, если студент готовится к экзамену, или вы готовитесь к ответственному собеседованию, и при этом очень нервничаете, а потом приходите, что-то уже усталостье, успокоились. К сожалению, знания и эмоции могут остаться в том порту и не сработать. Или наоборот, вы спокойненько готовились дома, а потом пришли, что-то разнервничались. Вот наступает типичная студенческая ситуация, сплошь и рядом. Нет, я же учил, ну я же учил, ни хрена не помню. Ну я же, вот как бы уже, я учил. Можно пробовать? Ну-ка, попробуйте. А я бы сметанкой, нет? Или нельзя? Сейчас. Мне кажется, что вот прямо на сюда так традиционно просится. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok